Здравствуйте, мои коллеги. Надеюсь, слышно и видно меня хорошо. Давайте точно так же на огонечек. В чат ничего не пишите. Если слышно и видно меня хорошо, реакцию вижу. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как будет проходить сегодняшний наш вебинар. Я расскажу немножечко о тестопластике, о том, какие виды теста бывают, как сделать тесто. И будет в конце небольшой маленький мастер-класс. То, как можно сделать какую-то подделку со своими детьми. Давайте перейдем непосредственно к самому нашему вебинару. Лепка из соленого теста направлена на развитие в первую очередь мелкой моторики, изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических чувств и понимания прекрасного. То есть, когда ребенок у нас занимается лепкой, это не просто беспорядочное создание фигурок, а это все любовь к искусству, формирование духовной культуры личности. Если мы говорим о занятиях тестопластикой, то они должны сформировать у детей способность нестандартно трактовать ту или иную какую-то тему, развивать творческое восприятие, самостоятельное мышление. Наша тестопластика учит ребенка фантазировать и, как бы это странно ни казалось, учит выбирать правильный путь, выбирать для себя правильный путь в первую очередь, как для ребенка, выбирать технику подходящую самостоятельно. То есть, в момент лепки мы помогаем ребенку делать самостоятельный выбор. Касаемо наших сегодняшних вопросов, которые мы рассмотрим, содержательные вопросы нашего сегодняшнего вебинара. Это значение тестопластики для развития мелкой моторики, сенсорной чувствительности, фантазии и творческих способностей ребенка. Состав теста и специфика его окрашивания, основные виды тестопластики, разнообразие подделок из соленого теста. Мы тоже посмотрим с вами сегодня, что же можно сделать из соленого теста. И инструменты для занятий тестопластикой. То есть, те основные и те дополнительные материалы, которые смогут вам помочь сделать свою работу и работу детей, во-первых, более легкой при помощи этих материалов, а во-вторых, более разнообразной. Если говорить немножко о теории, как всегда будет в начале, о мелкой моторике, мы все с вами знаем и понимаем, что это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной системы. Часто эти действия сочетаются со зрительной системой. Она имеет значение при выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. О необходимости и важности развития мелкой моторики чаще говорят и пишут, когда речь идет о маленьких детях. Но мы все с вами понимаем, что если бы мелкая моторика не была развита в детском возрасте, то у взрослого человека были бы определенные проблемы в своей взрослой жизни. Поэтому именно развитием мелкой моторики мы должны заниматься как можно раньше начинать. Это не значит, что нужно заставлять ребенка писать в маленьком возрасте. Нет, мы предлагаем ему рисование, мы предлагаем ему лепку, мы предлагаем ему конструкторы и так далее. Это оправдано тем, что мы занимаемся в младшем возрасте, в раннем возрасте, так как в раннем возрасте идет бурное развитие головного мозга и наиболее активное созревание двигательной коры. Оно происходит в первый год жизни ребенка и начинает также активно развиваться, прошу прощения, также активно начинает развиваться и продолжается вплотную и активно до трех лет. Я не говорю о том, что после трех лет развивать мелкую моторику не нужно, нет. Но самое активное развитие идет, это в первый год жизни и потом до трех лет. Также мелкая моторика – это психомоторное качество, развивающееся на основе формирования оптимальной статики тела, оптимального двигательного стереотипа, локомоции и движения конечностей. Также мы можем и в момент занятия лепкой подключать музыкально-ритмические движения, они включают в себя выведение движений кисти рук и пальцев. Когда на занятии вы подключаете музыкальные движения, то здесь еще идет дополнительно и ритмика. Педагоги и психологи, которые занимаются проблемами развития дошкольников, младших школьников, они сходятся во мнении в том, что мелкая моторика очень важна, поскольку через нее, мы все с вами знаем, что развиваются такие высшие свойства сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная, двигательная память и речь. Развитие мелкой моторики важно еще по причине того, что в жизни ребенку понадобятся точные координированные движения, когда ребенок приходит уже в школу. Потому что в первую очередь ребенку нужно выполнять различные бытовые действия, ребенку необходимо одеваться, а когда приходит ребенок в школу, ему необходимо писать. И еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития речи прямо зависит от сформированности движений мелкой моторики рук. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Хотя общая моторика при этом может быть выше нормы. Общая моторика может быть развита хорошо, но если мелкая моторика будет развита плохо, то у ребенка будут возникать определенные проблемы. Точно так же мы все с вами понимаем, что если, допустим, в первый класс приходит ребенок, у которого хорошо развита мелкая моторика, но он не умеет писать, соответственно, навык письма ему дастся очень быстро. Ну, не очень быстро, но намного быстрее, чем у того ребенка, который будет натаскан на письмо, но плохо развита мелкая моторика. Почему? У второго ребенка, который будет натаскан только на письмо, письмо будет получаться хорошо, письмо будет получаться замечательно, но при этом другие навыки за счет того, что нет базы, ему будет даваться очень и очень сложно. Если говорить о мелкой моторике, Василий Александрович Сухомленский писал, «Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, то есть ручкой или карандашом, которые необходимы нам в школе. Тем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее». Мы все с вами знаем, что наша речь точно так же зависит от развития мелкой моторики. Недаром логопеды на своих занятиях активно подключают, активно включают развитие именно мелкой моторики. Необходимость развития активных движений пальцев рук получила свое и научное обоснование. В современных теориях лежит теория Павлова. Он считал, что развитие мышц формирует не только речь, но и мышление. По его мнению, развитие функций обеих рук и связанное с этим формирование речевых центров в обоих полушариях дает человеку преимущество в интеллектуальном развитии, поскольку речь теснейшим образом связана и с мышлением. В момент лепки мы все с вами понимаем, что лепим мы не одной рукой. Пишем, да, рисуем, да, мы можем рисовать одной рукой. Но в момент лепки у нас задействовано две руки, то есть задействованы оба полушария. Если говорить о других исследованиях, то Лури, анализируя акты произвольных движений, я не отмечала, что сложный рефлекторный акт осуществляется под влиянием целого комплекса различных систем, которые, в свою очередь, расположены на разных уровнях мозгового аппарата и включают в свой состав систему речевых сигналов. То есть, когда мы лепим, это не говорит о том, что у нас работают только пальцы и только зрительный анализатор. У нас в этот момент задействован и речевой сигнал, речевая деятельность. С самого раннего детства мелкая моторика является самым сильным инструментом для развития коры головного молка и тактильного восприятия. Все мыслительные процессы сознания, как осознанные, так и неосознанные, они отражаются в мелких движениях пальцев, положении руки и жестикуляции. Так, обращаясь к анатомическим отношениям, исследователи обратили внимание на то, что около третьей всей площади двигательной проекции занимает проекция кистей рук, расположенная очень близко от речевой моторной зоны. Схему эту, наверное, мы все с вами видели, расположение центров по отношению к мозгу. Схема показывает, что проекция пальцев кисти руки находится в непосредственной близости к речевому двигательному центру брака. Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка и позволяет ученым отнести кисть руки к речевому аппарату, а двигательную проекционную область считать еще одной речевой областью мозга. Как я уже сказала ранее, в момент постановки речи, в момент постановки звуки логопеды на своих занятиях используют именно развитие мелкой моторики. И развитие мелкой моторики дает большой толчок к тому, чтобы у ребенка начала формироваться речь. Именно несовершенство тонкой двигательной координации кистей пальцев рук не дает ребенку обладать, как я уже говорила, письмом, рисованием и другим важным в учебном процессе трудовыми навыками. Ряд экспериментов, которые были посвящены выяснению влияния тонких движений пальцев рук на развитие функций мозга, показал, что тренировка пальцев рук ускоряет процесс функционального созревания мозга. И она является мощным тонизирующим фактором для коры больших полушарий. Влияние сказывается как сразу же после выполнения определенных движений, так и пролонгировано. Она способствует стойкому повышению работоспособности центральной нервной системы. Поэтому в момент того, как, допустим, дети у нас устали на занятия, мы можем им предложить недаром нашу пальчиковую гимнастику, развитие всевозможных физкульт-минутки на развитие крупной мелкой моторики придуманы. Во-первых, мы с вами снимаем напряжение у детей. И, во-вторых, мы развиваем нашу мелкую моторику. Помимо этого была выявлена следующая закономерность, если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. Хотя, как я уже говорила, общая моторика при этом может быть нормальной или даже выше нормы. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, которые идут от рук. Это значит, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движение пальцев рук достигает достаточной точности. Кроме этого доказано, что мысль и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Теснейшая взаимосвязь между движениями рук и развитием зрения человека в детстве сохраняется очень долго. Допустим, попросите дошкольника, знающего счет до десяти, сочетать глазами несколько одинаковых предметов. Вы убедитесь, что без помощи руки он это сделать не сможет. А считая, он непеременно укажет пальцем на каждый предмет. Рука как бы передает зрению свои движения, то есть он будет показывать пальцем на тот предмет, который он считает. Чем сложнее и согласование движения руки и глаза, тем успешнее развиваются зрительные способности ребенка. Именно такая согласованность, именно такая координация активно формируется в момент рисования. И она продолжает формироваться до 9-10 лет. В связи с этим можно вынести следующее определение. Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий, как я уже говорила, нервной, мышечной и костной систем. И сюда же подключается зрительная система. Если говорить о разных возрастных периодах, то в период от 3 до 7 лет идет тоже большой скачок, и мышечные волокна увеличатся в 15-20 раз. Во всех этих мышцах интенсивно начинают расти сухожилия, и они продолжают располагаться по всей кисти руки. К 5 годам происходит более интенсивное развитие разгибателей и, соответственно, увеличение их тонуса. Если говорить к 6-7 годам, после структурного оформления уже костной основы и под влиянием определенных упражнений, которые должны быть в 6-7 лет, быстрыми темпами развивается координация мелких мышц руки. Поэтому у ребенка появляется возможность хорошо обладать письмом. Это к тому, что многие родители в 4-5 лет начинают отдавать, ну, просто по собственному опыту частной школы, в 4-5 лет они начинают отдавать детей на каллиграфию и пытаются именно в этом возрасте поставить ребенку руку. Можно в этом возрасте, но они пытаются именно в этом возрасте заставить научить ребенка писать. Да, он будет это делать, но, во-первых, это будет очень сложно для ребенка, так как формируется именно для письма мышечная система к 6-7 годам. И это не значит, что чем раньше начнет ребенок овладевать письмом, тем лучше у него это получится. Нет, нервная система, мышечная система должна быть готова к этому моменту. Если говорить о возрасте 8-9 лет, то у детей укрепляются связки, усиливается мышечное развитие, отмечается значительный прирост объема мышц. Как я уже говорила ранее, самый удачный возраст для обучения письму это возраст после 6 лет, и то все индивидуально. Под влиянием физической нагрузки в мышцах происходят определенные изменения, которые касаются строения волокон. И значительно они увеличиваются, эти волокна, при занятиях физическими упражнениями, вместе с этим увеличивается кровоснабжение мышц, и это не может не способствовать более активному снабжению мышц с кислородом и другими источниками энергии. Если мы с вами говорим о дошкольном возрасте, то именно в дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие мышечной системы, увеличивается мышечное масса тела, число миофибрил тоже увеличивается в мышечном волокне, развивается координация мелких мышц рук. Все эти изменения, в свою очередь, ведут к изменениям мышечной ткани. И здесь сокращение мышц, мышцы кистей рук, начинают быстрыми темпами развиваться, и появляется хорошая координация мелких мышц руки. Поэтому у ребенка появляется возможность хорошего обладения лепкой и хорошего обладения письмом. Лепка из соленого теста или же, другими словами, тестопластика, она является одной из самых полезных занятий для ребенка. Человек от природы творец. Мы все с вами знаем, что без сотворения чего-либо, без какой-то творческой деятельности человеку очень сложно. Для этого у него есть все. Воображение, мысли, идеи, тело, которое может воплотить все эти идеи в жизнь. Как же интересно наблюдать свои идеи, которые могут быть выражены, допустим, в танце, звуке, красках, глине или тесте. Наверное, каждому интересно наблюдать за собой со стороны. Вы не раз видели, как дети любят, допустим, рассматривать какие-то фотографии, рассматривать свои поделки, рассматривать свои работы. Танец пальцев придает материи форму и название этому танцу, рук, это лепка. Материалов для лепки предостаточно. Я сегодня расскажу, как готовить тесто, определенные материалы, которые необходимы. Но лепить можно не только из теста, все мы с вами знаем, что это может быть глина. Почему в своем учреждении мы отказались от глины? Очень грязно, могу сказать, ну, таким вот более грубым моментом. Грязное рабочее место, грязные дети, потому что дети, да, школьного и младшего школьного возраста, которые посещают наш центр, они, ну, не совсем это делают аккуратно. Глина, пластилин. Сейчас, к счастью, есть мягкий пластилин, но в то время, когда мы начинали именно проект тесто-пластики, пластилин очень часто был не особо качественный, и за счет этого он был не совсем мягкий. Так как дети дошкольного возраста и дети, у которых я веду непосредственно занятия, это дети с особенностями в развитии, не всегда развитие мышц позволяло детям размять этот пластилин. То есть это холодное время года, было очень сложно. Гипс, да, прекрасно, но не всегда, опять же, детям с особенностями можно было объяснить, что это нельзя брать в рот, что это несъедобно и так далее. Ну, снег и песок тоже немножечко было финансово затратно. Мы выбрали такой материал, как тесто. Как я уже говорила, что лепка – одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств эстетического воспитания. Оно помогает формировать художный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нашей жизни и прекрасное в искусстве. Воспроизводя тот или иной предмет, ребенок знакомится с формой, развивает пальцы и способствует, как я уже говорила, развитию речи. Лепка – один из самых осязаемых видов художественного творчества. Ребенок не только видит, что создал, но он и может это потрогать, он может взять это в руки. И по мере необходимости, в отличие, допустим, от того же самого гипса, который очень быстро застывает, ребенок может что-то изменить. Основным инструментом в лепке является, как я уже говорила, обе руки. Следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С точки зрения технику лепки можно оценить как самую безискусственную и наиболее доступную для самостоятельного усвоения. В последние годы самым популярным материалом становится соленое тесто или просто тесто, наверное, наборы Play Doh. Видел его каждый из нас с вами. И название этому виду творчества придумали тесто пластика. Тесто пластика является одним из видов народного прикладного искусства. Как бы это странно ни казалось, но тесто пластику просто забыли. Изготовление теста из муки это один из старинных рецептов. Краткий будет кусочек об истории. И это обычный применялся он для выполнения фигурок из народных сказаний и в религиозных целях. Еще древние египтяне, греки, римляне использовали фигурки из соленого теста для преклонения перед своими божествами. В Германии и Скандидавии издавна было принято изготавливать пасхальные рождественские сувениры из соленого теста, медальоны. В странах Восточной Европы популярны были картины из теста. Сейчас тоже есть очень много мастер-классов. Есть книги, интерьер из соленого теста. И многие люди делают именно украшения из соленого теста. Во время Первой и Второй мировых войн искусственное изготовление было утеряно, поскольку мы все с вами понимаем, что не хватало материала. В наше время эта древняя традиция начинает возрождаться и в последние 20 лет вызывает большой интерес, с каждым годом расширяя круг своих поклонников. То есть людей, кто лепит из соленого теста, очень много и с каждым годом становится все больше и больше. Хотя поделка из соленого теста это древняя традиция, но им находится место в современном мире, потому что мы все с вами понимаем, сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. В свою очередь работа с соленым тестом доставляет удовольствие и радость. На Руси фигурки из этого материала дарили на Новый год в знак благополучия, благородия, сытости. Еще в те времена, когда на Руси Новый год праздновали 1 сентября, заодно играли свадьбы, принято было дарить именно фигурки из соленого теста. Их могли украсить росписью, характерной для той местности, и считалось, что любая подделка это символ богатства, благополучия в семье. Если говорить о самой тестопластике, то тестопластика это нетрадиционная техника лепки предметов, которая является исконно русским изобретением. Следовательно, знакомя детей с тестопластикой, мы невольно приобщаем их к русской национальной культуре, что немаловажно. Мы все с вами знаем, что в ГОСы нового поколения именно трактуют приобщение к нашей культуре. Если говорить, какие же плюсы нам дает тестопластика. Тестопластика нам помогает повышать сенсорную чувствительность, то есть способность к тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса пластики, развивать воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость и мелкую моторику рук. Синхронизирует работу обеих рук, позитивно влияет на психическое здоровье детей, формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидит результат и достигать его, то есть ставить перед собой цель и достигать эту цель. Развивает способность при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. Как я уже говорила, тесто сохнет довольно-таки долго и ребенок может внести определенные коррективы. Учат видеть, чувствовать и оценивать, создавать по законам красоты. Как я уже говорила, что развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Работа с тестом – это упражнение, которое оказывает помощь в развитии тонких движений, координации тактильных ощущений. Наши рецепторы – это определенные исследователи, особо способные воспринимать устройство, воспринимать, то есть окружающий мир. Ребенок открывает для себя волшебную силу искусства, стремится выразить их в собственном каком-то творческом продукте через лепку. При этом он раскрывает себя, постигает собственные возможности на занятиях лепкой из соленого теста, и ребенок как никогда имеет возможность реализовать свое творчество и фантазию. В этот момент задача нас, задача как педагогов предложить наиболее доступные средства и материалы для достижения положительного результата, а также дать определенный невидимый толчок к развитию творческого полета. В момент занятий тестопластики мы не должны стоять и в директивной форме говорить ребенку, что и как ему нужно делать. Характер произведения занятий должен быть эмоционально-игровой. был, краем глаза видела вопрос, как готовить соленое тесто в дошкольно-образовательном учреждении, в дошкольно-образовательной организации. Я дам вам два рецепта замешивания соленого теста. Их великое множество, но эти два рецепта, которые я использую сама, и они наиболее удачны для меня. Возможно, создавая тесто, вы можете предложить какой-то свой рецепт, найденный в интернете, и он вам поможет. Возможно, вы каким-то опытным путем сможете выявить свой рецепт, который подходит именно вам и который подходит детям. Еще один момент. Просто был такой случай. На тесто тоже есть аллергия. Аллергия на глютен. Поэтому будьте очень внимательны и уточняйте. Сейчас очень много детей с аллергией. И необходимо точно так же, как и любые другие материалы, тесто – это не совсем не аллергенный материал для творчества. Но давайте рассмотрим с вами рецепты. Первый рецепт – это на 200 грамм муки мы берем 400 грамм соли. То есть в два раза больше соли у нас должно быть. Две ложки сухого обойного клея и 250 миллилитров воды. Все это мы, естественно, доводим до однородной массы. И из этой массы мы с вами можем лепить. Рецепт второй – это 150 грамм муки, 60 грамм соли, 110 миллилитров воды, 3 чайные ложки соуса тартар и 1 чайная ложка растительного масла. 1 чайная ложка пищевого красителя или порошковой краски – это в тот момент, если мы хотим уже лепить из цветного теста. В процессе приготовления необходимо тщательно соблюсти пропорции компонентов, так как, допустим, если недостаток или избыток одного из ингредиентов, а он непременно скажется на качестве нашего готового изделия. Столь придает тесту излишнюю хрупкость и ломкость, оно может привести к образованию трещин уже на высушенных поделках. То есть ребенок создаст свою картину, создаст свою поделку, а когда она высохнет, она растрескается. Естественно, это может расстроить ребенка. А для приготовления соленого теста лучше всего подходит мука, которая не содержит каких-либо добавок, это разрыхлители, эмульгаторы, ароматизаторы. Мы очень часто с вами видим там блинную муку, муку для кексов, такую лучше не использовать. Это может быть, например, пшеничная мука недорогих сортов. Ржаная мука придает готовому изделию теплый коричневый оттенок, но тесто из нее получается твердым и не эластичным, а в момент лепки очень сильно крошится. Поэтому, если вы используете ржаную муку, то лучше класть в тесто муку двух видов, то есть пшеничную и ржаную. А если приготовить тесто с использованием какой-либо другой муки, то к ней, ну это может быть овсяная, кукурузная, рисовая, то к ней обязательно нужно добавлять пшеничную или ржаную муку в пропорциях один к одному. Соль на консистенцию теста влияние не оказывает, но благодаря ей можно не бояться, что изделия превратятся в лакомство для грызунов или в кормушку для такой живности, как таракана, для таких насекомых. Соль, добавляемая в тесто, должна быть очень мелкой, иначе поверхности высушенных подделок будут шероховатыми на ощупь из-за выступающих кристаллов. Идеальный вариант это соль экстра, но можно использовать соль грубого помола, но ее необходимо измельчить в кофемолке и просеять через кофейное сито. Наверное, всем нам проще уже купить готовую соль, это будет очень удобно, если это будет соль экстра. Раствор обойного клея придает тесту эластичность, а готовым подделкам уже особую прочность. И последний компонент это вода. Ее необходимо добавлять в замес только холодной, для того, чтобы мука не была такой клейкой и неприятной. Технология приготовления теста заключается в том, что подходящий по объему посуду тщательно перемешивают муку, соль и обойный клей. Все это перемешивается, сначала сухие ингредиенты, для того, чтобы было все однородное. И небольшим количеством клей можно развести водой, взятой из основного объема. То есть это не дополнительная вода, это основная. Выливаю сухую смесь, клеевой раствор и воду, тщательно вымешиваю тесто до тех пор, пока масса не становится однородной и эластичной. При желании можно получить цветное тесто, для этого можно добавить пищевую краску в наше тесто. По тому, какие оттенки мы с вами можем сделать при помощи пищевой краски. У меня на слайде вы видите, как и какие капли можно смешивать. Зачитывать я не буду, просто посмотрите. Вместо пищевых красок можно использовать натуральные красители, это может быть свекольный, морковный, другие соки, какао-порошок. Но какао-порошок необходимо предварительно развести теплой водой, потом остудить и уже добавить в тесто. А пищевые краски, натуральные краски добавляют в уже замешанное тесто, которое после этого еще раз тщательно вымешивают. Если предполагается получить многоцветное изделие, то нужно разделить на соответствующее число частей и в каждую часть добавить нужный краситель. Раскрасить можно уже готовое высушенное изделие для чего использовать можно гуашевые краски, они более плотно ложатся, или же акриловые краски, они ярче и стойче, чем та же самая акварель. Если говорить о блеске, то придать нашим поделкам блеск может помочь и защитить их от влаги, и выцветание может помочь бесцветный лак. Это может быть масляный, синтетический или же водный. Лакировать изделие как можно жидким, так и густым лаком. Можно это делать с баллончика распылителя. Жидкий лак подчеркивает цвета подделок, придает им зеркальный блеск, но его приходится наносить в несколько слоев, иногда это даже до 10 слоев, так как он сильно впитывается высушенным тестом. От густого лака изделия могут приобрести матовый блеск, но его наносят 1-2 слоя, к тому же он надежнее защищает подделки от влаги, то есть он создает определенную пленку. После того, как тесто замешано, его можно приступать к его разделке. Объемные детали следует лепить на столе, покрытым, допустим, клеенкой или же на какой-либо пластиковой доске. Плоские удобнее вырезать прямо на противне, на котором мы с вами будем сушить, чтобы они не деформировались в тот момент, когда вы переносите их. И их обратная сторона тогда останется гладкой и ровной. Перед началом работы, чтобы исключить появление между пузырями и тестом, мы должны плотно его прикатать. И чтобы крепление деталей и элементов друг к другу было надежным, мы, когда их соединяем, смачиваем их водой. То есть емкость с водой у вас тоже должна быть в момент занятия. Проще всего освоить технику лепки соленого теста, выполняя мелкие орнаменты и детали, а затем мы сначала выполняем мелкие детали, потом их собираем из них уже большие композиции. А выполненные фигурки или композиции из них – это только так называемые полуфабрикаты. Чтобы наше изделие превратилось в законченное изделие, мы должны будем с вами пройти несколько этапов. Это сушка, глазирование, раскрашивание и лакирование. Сушка требует особого внимания и точного соблюдения технологии, поскольку именно от нее во многом зависит, насколько качественным получится наше изделие. А плоские изделия для сушки выкладывают на противень с моченой водой. И, в принципе, поделки можно сушить на всяких различных противнях. Но следует помнить, что черный противень прогревается сильнее, и поэтому температуру нужно снизить до около 25 градусов, сделать ниже против рекомендуемой. Чтобы без деформации высушить объемные изделия, понадобятся специальные приспособления в виде больших канцелярских кнопок. Их можно изготовить из консервных банок. Мы можем с вами стенки банки. Нужно распрямить, вырезать из них небольшие кружки с определенным язычком, на которые будут насаживаться объемные детали. Сушить изделие можно как в электрической духовке, так и в газовой. Здесь не принципиально. Летом можно использовать тепло солнечных лучей. То есть это у нас будет с вами естественная сушка. Кроме того, сушки можно организовывать комбинированным способом. То есть при сушке в духовке противень сначала устанавливаем на самую верхнюю полку. Когда тесто начинает зарумяниваться, его необходимо переставить на среднюю полку и продолжить сушку. Если в процессе просушивания начинают появляться пузыри, температуру нужно немедленно уменьшить, иначе на обратной стороне фигурки мы с вами можем получить трещины. Если говорим о сушке в духовке, то она может происходить в несколько этапов. Необходимо соблюдать следующий порядок. Из расчета толщина полсантиметра при сушке в электрической или газовой духовке. Один или два часа в духовке газовой плиты при температуре 150 градусов. Чтобы сохранить белый цвет, не нужно превышать температуру в духовке выше 150 градусов, а лучше оставить ее на уровне 125 градусов. А длительность этапа тогда увеличивается вдвое. При сушке естественным способом за один день изделие присушивается на глубину не более 1 мм. Сушить подделки из соленого теста на отопительных радиаторах ни в коем случае нельзя, не рекомендуется, потому что они испортят наше изделие. Сушку объемных украшений и объемных липных украшений лучше всего производить комбинированным способом, затем досушивать в духовке. Чтобы определить степень готовности изделия, нужно постучать по нему пальцем. Если при этом раздается глухой звук, значит изделие еще сырое, и процесс сушки следует продолжить при еще некоторое время. Если звук звонкий, изделие готово. После завершения процесса сушки изделие можно немножко подрумянить. Для этого температуру в духовке повышают до 200 градусов, не извлекая оттуда противень с украшением. Но подрумянить мы его можем, только если мы не будем с вами его окрашивать. Если мы с вами будем его окрашивать, в этом нет смысла. Чтобы поймать нужный оттенок, следует пристально следить за извинением цвета изделия, чтобы оно не сгорело. Для получения многоцветной композиции изделие можно покрыть гуашевыми красками. Но предварительно рекомендуется его прогрунтовать, чтобы эта краска не впитывалась полностью. В качестве грунтовки можно использовать обычную белую краску. Для ее нанесения лучше, если вы будете использовать кисть с грубой щетиной. После того, как наша грунтовка высохла, можно приступать к раскрашиванию. Чтобы краски не смешались, мы сначала красим все в зеленый цвет, потом в красный цвет и так далее. То есть мы ждем, когда высохнет та или иная краска. При работе с соленым тестом используются те же приемы, что при работе с пластилином и глиной. Но для того, чтобы соединить детали между собой, нужно провести смоченной водой кисточкой и смоченной водой по местам соединения. И когда мы с вами прилепили наши детали, немножечко подержать. Если необходимо склеить небольшие детали, то делать лучше всего, если мы с вами применим наши зубочистки. То есть мы приклеили, вставили наши зубочистки. Но опять же смотрите, чтобы это не влияло на общий вид вашей работы. И после чего наши детали при помощи воды склеились. С первых этапов занятия лучше используется натура для того, чтобы дети могли увидеть и потрогать те элементы, которые будут они делать. Потому что для детей довольно-таки сложно сравнивать свое изделие. Лепка с натурой требует предварительного знакомства с предметом. То есть мы должны определить пропорции и рассказать, как перенести эти пропорции на свое изделие. Учитель должен кратко и четко отвечать на поставленные вопросы с детьми, если такие возникают. И мы должны объяснить детям, как это сделать правильно. Дети могут лепить по представлению точно так же. Основная задача этих занятий – развитие самостоятельности в решении образа, воспринятого ранее, и творческой активности. Здесь мы развиваем наше творчество. Для создания учитель должен проводить с детьми наблюдение за живыми объектами, читать художественную литературу. То есть к занятиям, где дети лепят по представлению, дети должны быть подготовлены. Важно, чтобы дети не просто рассматривали предметы, а делали это с расчетом на последующее изображение. Также мы с вами на занятиях можем использовать сюжетную лепку. Здесь сюжетная лепка требует особых приемов обучения. Как правило, сюжет, который дает детям для лепки, включает в знакомые ребенку предметы. То есть предметы он должен уже знать. В связи с этим показ способов лепки, объяснение последовательности изображений отпадает. А предварительная подготовка к занятию может заключаться в рассматривании предметов, чтении какой-либо художественной литературы. И необходимо обращать большое внимание на те моменты, которые необходимо пролепить детям. Какие же способы лепки у нас с вами могут существовать и чему мы с вами должны научить детей? Учить делить на части может быть несколько способов. Это откручивание, то есть мы как бы откручиваем наше тесто, отщипываем, просто прищипываем. Разрезание прочной нитью, очень нравится детям. Разрезание или надрезание стекой и формование. То есть либо мы стекой вырезаем, либо мы, как печеньки делают, вырезаем такие формы. Как же мы с вами можем научить детей придать форму? Мы можем придать форму, раскатать в ладонях или на столе, сплющить, выдавить, вытянуть или согнуть. Все это мы с вами тоже можем использовать. Как мы учим соединять детали? Просто прижать, как я уже сказала, при помощи воды, примазать, то есть прям размазать или же загладить. Это пригладит часть наших деталей. Учим оформлять изделия, это наиболее ответственный момент. Мы можем дополнить изделия какими-то мелкими деталями, налепыми. В этот момент необходимо налепо делать и объяснять детям, что всего должно быть в меру. Потому что дети очень часто прям перебарщивают с этим. Следующее, процарапывание различными инструментами, если нам необходимо сделать фактуру. Или же оформление рельефом или оттиском. Тоже мы с вами можем таким образом выбирать нашу фактуру. Что касаемо темы, которую мы с вами выбираем для нашего занятия. Тема должна быть интересной ребенку, должна быть увлекательной. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследования. Ребенок должен раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, получить новые знания и умения. Это наша основная цель. Поэтому педагогу предстоит большая работа перед такими занятиями. Он должен сформулировать вопросы, задачи, последовательности действий так, чтобы каждый ребенок мог действовать осмысленно. Для каждого ребенка эта тема должна быть понятной. Тема должна быть оригинальной. В ней необходим элемент неожиданности или же необычности. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Потому что мы все с вами понимаем, что дошкольный и младший школьный возраст им нужно здесь и сейчас ждать. Они не умеют. Учитывая особенность детской природы, как я уже сказала, долговременные занятия, у них будет падать к ним интерес. Основные оборудования, которые хотелось бы, чтобы у вас было на момент занятий тестопластики. Это резиновый мат для резки формата А3. Он продается в творческих магазинах. Если есть такая возможность, это будет прекрасно, потому что он хорош тем, что к нему не прилипает тесто. Чаще всего они такого зеленого цвета. И на них нанесена сантиметровая сетка. На нем можно безбоязненно резать стеки и пользоваться инструментами, которые могут повредить поверхность стола. И его в свою очередь легко мыть и сушить. Также набор стеков. Это могут быть пластмассовые стеки. Они необходимы для того, чтобы вырезать и прорезать какие-либо элементы. Следующая. Алюминиевая фольга. А вещь крайне необходимая. На куске фольги формируется и собирается изделие, а потом переносится для сушки. А также фольгу мы с вами можем использовать, когда у нас какое-то объемное изделие. Мы можем налепливать на фольгу, чтобы, во-первых, это изделие у нас тогда будет просыхать быстрее. И меньше теста мы с вами будем использовать. Мы с вами будем лепить на фольге. Следующая. Лопаточка с тонким краем. Нужна для того, чтобы подцепить и перенести отдельные детали изделия. Перочинные ножички. Они нужны для обрезки деталей и нанесения каких-либо насечек. Следующая. Это пинцет для манипуляций с мелкими деталями. И опять же, использование пинцета у нас увеличивает развитие мелкой моторики. Дети на первых занятиях очень сложно используют пинцет. Для них составляет большую сложность использование пинцета. Следующая. Это баночка с водой и кисточка. Нужны для склеивания деталей и изделия между собой. Расчет лыско-частыми зубьями для нанесения ароманомента и насечек. Она незаменима для изготовления картинок или, если это у нас плоские детали, допустим, чьей-либо шерсти. Зубочистки очень часто используются. Служат для нанесения орнамента, насечек. Объемные изделия также могут выполнять роль каркаса. Например, соединить голову и туловище, руки и тело. Тоже нам помогут зубочистки. Деревянная палочка для суши. Очень удобный инструмент. Хорошо иметь всегда под рукой. Ей хорошо делает разные формы углубления и прочие моменты. Дополнительное оборудование, которое мы с вами можем использовать. Это бисер и бусины. Служат для украшения. Из них можно выложить, допустим, надписи, орнамент или просто украсить. Использовать его в качестве глаз, носа и так далее. Набор насадок для кондитерского шприца. Замечательная и порой незаменимая вещь. Для нанесения отпечатков, орнамента и разные насадки могут давать у нас разный эффект. Также маленькая скалка для того, чтобы раскатывать. Раскатывать сейчас дети, можно сказать, не умеют или делают это с большим трудом. Края очень часто получаются либо толстые, либо тонкие. И именно это мы тоже должны с вами формировать на наших занятиях теста пластики. Следующее это набор фигурок и вырезок. Можно использовать, как я уже говорила, фигурки для печенья или фигурки из наборов для лепки. Такие тоже сейчас продаются. Проволоку. Это нужная вещь для изготовления каркаса изделия. Ложки дают интересные отпечатки на поверхности теста. Шпажки для канапе тоже можно использовать. И колесико для перевода выкроек или же колесико для пиццы. Могут наносить красивые какие-то определенные пунктирные насечки. Несколько секретов для создания идеальной и пластичной массы. Отдавайте предпочтение соли, как я уже говорила, без каких-либо добавок. В состав не должен входить йод, потому как он обладает антижелирующим эффектом. И в результате деталь не будет держать форму и просто расползется. Еще на этапе замеса массы. Также обратите внимание на помол соли. Для замеса используется продукт только мелкой фракции. Выбирайте качественную муку. Даже если она будет недорогая, она должна быть качественная. В противном случае изделие приобретает сыроватый оттенок. И это может уменьшить декоративные качества. Если планируете хранить сырье на протяжении времени, обязательно поместите его в целлофан. То есть наше тесто, чтобы не засохло. И не забывайте помещать в целлофан в момент лепки. Так как тесто очень быстро обветривается и перестает лепиться. Но небольшой мастер-класс. Можно сделать вот такого вот ежика. Нам понадобится тесто, ножницы, клей, краска и лак. Как же мы с вами будем делать нашего ежика? Делаем капельку, после чего мы делаем черненьким. Это могут быть различные бусинки или горошинки, или же просто тесто черного цвета. Мы делаем ему глазки и носик. Потом берем маникюрные ножницы и вот таким вот образом делаем надрезы. То есть мы делаем наши иголочки. И порядок действий. Я еще раз повторюсь. Вылепите ежика овальной формы. Сделайте вытянутый нос. Можно использовать для основы фольгу. Как я уже говорила, облепить, чтобы тесто внутри нашего теста была фольга. Чтобы тесто быстрее у нас просохло. Потом приклеиваем шарики. Делаем глазки. Ножницами по спинке делаем надрезы, имитирующие иголки. Высушиваем будущего ежика. После полного высыхания раскрашиваем его краской. И после полного высыхания мы можем покрыть его лаком. Ну и сейчас покажу несколько работ. Часть работ высота с интернета, просто чтобы вам показать, как могут выглядеть те или иные работы. И часть работ это работы непосредственно моих учеников. Таким образом мы делали такие вот картинки. Мы делали таким образом кормушки на зиму для птиц при помощи семечек. Но это вот уже законченная работа. Многие картинки, повторюсь, взяты из интернета. Не мои. Это вот при помощи фактуры, при помощи мешковины у нас сделана фактура и сделаны украшения елочные. Это непосредственно сделан подсвечник и раскрашен такой вот момент интерьера. Можно использовать. Это при помощи чеснокодавилки сделаны такие овечки. Тоже можете предложить детям чеснокодавилку. Дети очень любят. Но это непосредственно тоже сделано при помощи нашего цветного теста. Но на сегодня по информации, которые я вам хотела дать, у меня все. Сейчас я открываю вопросы. Раиса Моисеева. С какого возраста приемлемо использовать тестопластику с детьми, имеющими нарушение слуха? Смотрите, если у ребенка сохранен интеллект, то мы можем использовать тестопластику с того момента, как он может просто воспонимать и воспринимать информацию. Ограничений, как я уже говорила, по возрасту применимо приемами тестопластики нет. Потому что это довольно-таки доступный материал и использовать можно в разном возрасте. Вы смотрите опять же на способности ребенка. Ну, буквально вот еще полминутки я жду повторить рецепт теста. Если, Лидия, вы можете скачать презентацию. Сейчас Татьяна Викторовна скажет еще раз, как это сделать. Но сейчас я отлистаю вам рецепт теста. Я оставлю его. И скачивайте презентацию. Там все есть. Вы сможете это все увидеть. Рецепт теста я оставлю его на слайде. Надеюсь, информация была полезной и интересной. На сегодня у меня все. Я жду Татьяны Викторовны для завершения вебинара. Всего доброго. До свидания. Спасибо за приятные отзывы. Всем успехов в новом учебном году.